На днях Apple представили всему миру свои новые девайсы, которые в корне отличаются от первых продуктов компании. И кто знает, чем бы мы пользовались сейчас, если бы Стив Джобс не увлекся бы программированием и не уделял так много времени и дизайну своих устройств. Но быть может вы и сами будущие Стивы Джобса и Биллы Гейтс в одном лице, просто пока об этом не знаете. А открыть в себе эти скрытые таланты можно с 20 по 25 сентября во время совершенно бесплатного марафона «Что делать?» от образовательной платформы Skillbox. На нем эксперты подробно пройдутся по направлениям программирования, маркетинг и дизайн. Вы узнаете, какая специальность вам подходит больше, познакомитесь с профессиями Data Scientist или веб-разработчик, узнаете алгоритмы запуска рекламы в социальных сетях и лайфхаки интернет-маркетолога, а также сможете нарисовать свой первый логотип или продающий сайт. Эти знания помогут вам сделать свой первый шаг в совершенно новое будущее. А еще вас ждет консультация практикующего психолога, который подскажет, что делать со страхом неизвестности и как решиться на изменения. Но и это не все. Партнеры марафона дарят всем участникам безлимитный доступ к платформе изучения английского КЭСПа на три месяца, что позволит вам стать специалистом мирового уровня. Поэтому обязательно записывайтесь на бесплатный марафон «Что делать?» от образовательной платформы Skillbox и постройте план развития в новой профессии. Все самые известные конспирологические теории были когда-то придуманы людьми, которые до поры до времени казались безумцами. Потом их идеи обрастали новыми подробностями и, что самое важное, доказательствами, а вместе с ними появлялись и сторонники этих теорий. Какие-то из них ученым удается развеять, как в случае с лох-несским чудовищем, а некоторые, например, такие как Тайна Зоны 51, до сих пор будоражат умы уфологов. Ну а что там со свежими конспирологическими теориями? А их нет. Нет, потому что современный интернет умер еще пять лет назад. Об этом мы и поговорим сегодня, так что присаживайтесь поудобнее, будет очень запутанно и интересно. Если вы считаете себя продвинутым пользователем веб-сети и используете ее не только для просмотра сериалов и видео на Ютьюбе, то должны были слышать о таком сайте, как Fortune. По сути, это огромный анонимный форум, где пользователи создают общемировые мемные тренды, обсуждают различные темы, ну и, конечно, строят конспирологические теории. И в 2018-м один из анонимных участников поднял давно забытую тему о пустом интернете. Согласно его версии, в интернете осталось где-то примерно 10-20 реальных человек. Все же остальное веб-пространство занимают боты, нейросети и искусственный интеллект, которые заполняют паутину своими комментариями, темами, обсуждениями и так далее. Звучит безумно, не так ли? Остальные завсегдата и Fortune тут же подняли анонима на смех, поскольку даже при их скромном исследовании реальных пользователей интернета наберется как минимум несколько тысяч. Остальные же боты, NPC, которые поддерживают и имитируют активность в сети. Они провоцируют правильные дискуссии, резко уводят разговор в сторону от неудобных тем и прибегают к агрессии и троллингу, когда не могут больше притворяться людьми. На этом моменте мы хотим пояснить, почему вокруг ботов так много шума. Наверняка вы и сами замечали, как много в сети однотипного спама, собирающего тысячи, а то и сотни тысяч лайков. А под разными постами реальных людей, полным-полно однотипных, явно фейковых комментариев. Год за годом в интернете всплывают одни и те же посты, фотографии и видео. И год за годом их комментируют абсолютно идентичными фразами и шутками. Похожие происходят и с репостами одних и тех же шокирующих новостей, которые вызывают в сети одну и ту же реакцию. Да даже новости по ТВ устроены таким образом, что очень часто вы можете увидеть схожие сюжеты с разницей в несколько дней, произошедшие в совершенно разных городах или даже частях мира. Спустя два года гипотеза о пустом интернете обросла новыми подробностями и превратилась в теорию о мертвом интернете. Масштаб исследования стал гораздо больше. Анонимы стали писать, что раньше интернет был диким и необузданным местом, но желание корпорации все контролировать привело к смерти интернета. Небольшие форумы и сообщества по интересам выдавили большие соцсети и платформы, которые установили свои правила и запустили ботов, уничтожающих свободные дискуссии и разобщающих настоящих людей. Самую большую работу по собиранию доказательств в теории мертвого интернета провел пользователь под ником Illuminati Pirate, который на форуме Agora Roads Macintosh Cafe опубликовал большое исследование со своими комментариями относительно того, что же на самом деле произошло со всемирной паутиной. Illuminati Pirate представился ветераном Форчена, который помнил самое начало существования анонимной площадки, то есть знавал современный интернет еще на его рассвете. Со временем теоретик пришел к любопытному выводу – интернет опустел, как такового живого контента тоже почти не осталось. Вся веб-сеть стала одинаковой и стерильной. Да, интернет кажется огромным, но он представляет собой что-то типа воздушного шара, внутри которого лишь воздух. А накачивают этот шар крупнейшие корпорации и правительственные структуры с помощью ИИ-ботов, которые генерируют бессмысленный контент. Важным доказательством в теории Illuminati Pirate был случай, произошедший примерно в 2017 году, когда на Форчене появился некий подозрительный аноним, который общался на грамматически правильном, но крайне странном английском языке. Он задавал очень много вопросов и будто бы пытался понять человеческие эмоции. От него исходило чувство детского любопытства и детского интеллекта при взрослых-то словарном запасе и поднимаемых темах. Спустя неделю сбора данных аноним полностью исчез. Также исследователи с Форчена считают, что алгоритмы и компьютерные программы создают современную музыку, искусство, литературу и сценарий для фильмов. А другие алгоритмы делают эти продукты популярными в масс-культуре. По мнению Illuminati Pirate, ни за одним известным произведением последних лет не стоит человек. Когда-то давно люди этим занимались, но после забастовки сценаристов в США правительство разработало и альтернативу. Кстати, относительно последнего аргумента есть вполне реальное основание. В 2007 году произошла самая массовая в истории забастовка гильдии сценаристов США. Общие потери от этого события оцениваются по разным источникам от одного до почти трех миллиардов долларов. По заявлению главы Департамента экономического развития Лос-Анджелеса Джека Кайзера, общий экономический ущерб от забастовки для Лос-Анджелеса обошелся в 2,5 миллиарда долларов США. Одна только отмена церемонии «Золотой глобус» в январе 2008-го обошлась организаторам в 60 миллионов долларов. Многие студии тогда разорвали контракты с бастующими сценаристами. И логично, что компаниям нужно было подготовиться к аналогичным событиям в будущем. Да что уж там, даже на российском рынке есть инструменты, способные дописывать за вас тексты. Конечно, делают они это не стопроцентно качественно, но они есть. Под раздачу Illuminati Pirate попал даже сам создатель Форчена Крис Пул, человек, который создал мировую интернет-платформу в 15 лет и получил титул «Марк Цукерберг онлайн-подполье». Сайт оказал огромное влияние на интернет-культуру, но раз за разом оказывался в центре скандалов. А Пул в итоге в 2015-м ушел работать в Google. Illuminati Pirate утверждает, что разработчик либо с самого начала действовал в интересах корпораций, либо настоящий создатель давно мертв, а его место занял кто-то другой. Тема пустого интернета активно всплыла в 2016-м, когда аналитическая компания имперва подсчитала, что на интернет-ботов пришлось больше интернет-трафика, чем на обычных живых людей. Более того, человечество регулярно проигрывает ботам в доле интернет-трафика уже как минимум с 2012-го. А в 2013-м году внутренний отчет аналитики YouTube показал совершенно фантастические данные. Почти 50% трафика платформы составили боты, которые маскировались под обычных людей и накручивали просмотры. Доля была настолько высока, что сотрудники испугались, что система YouTube для распознавания мошеннического контента начнет воспринимать ботов как реальных людей, а людей как ботов. В настоящее время ситуация нормализовалась. По статистике, на конец прошлого года на ботов приходилось около 40% интернет-трафика, что немного меньше, чем 5 лет назад. Но боты стали куда умнее и научились лучше притворяться реальными людьми. Это привело к многолетней гонке вооружений, вредоносных алгоритмов и алгоритмов защиты от этих самых ботов, из-за чего, например, постоянно усложняется капча. Конечно же, интернет не мертв и даже не пуст, но он изменился. Вспомните рубеж конца 2000-х и начало 2010-х. Знаменитый Тролл Фейс и мемы из того же года известны во всем мире и по сей день. А какие самые топовые мемы популярны сейчас? Большинство самых завирусившихся забавных картинок переживают символическую смерть плюс-минус спустя полгода после начала популярности. А тот же Тролл Фейс актуален и используется вот уже более 13 лет. Оригинальности стало меньше, и шаблонность нынешних трендов действительно существует. Также в сети стали по-настоящему сильно ограничивать свободу слова. Крупнейшие мировые площадки налево и направо банят рядовых пользователей за разные неподобающие словечки. При том, что в большинстве своем речь не об оскорблениях других людей, а скорее о трендах на толерантность. А добавьте сюда еще и тонну дипфейков с нейросетями от крупнейших компаний, которые призваны изучать поведение пользователей, и получите прямые доказательства того, что реальный интернет действительно стал намного меньше. Так, быть может и мы являемся продуктом генерации нейросетей. И прямо сейчас вы смотрите ролик, созданный искусственным интеллектом? Не будем говорить за остальных блогеров, но все наши каналы всегда были и будут плодом трудов десятка самых креативных людей, которые рады создавать для вас контент. Поэтому, несмотря на правдоподобность, множество доказательств, иллюминати пайрот, мы продолжаем бороться со скайнетом, и если вы нас слышите, вы и есть сопротивление. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok